Это была очень приятная встреча. Я с нетерпением жду ближайшего будущего, заявил журналистом Эдуард Саакашвили, сын бывшего президента Михаила Саакашвили, после выхода из Горийского военного госпиталя. По его словам, на встрече с Михаилом Саакашвили он не говорил о политике. Слабость наблюдается, но он психологически в хорошей форме и имеет желание присутствовать на суде, и я очень надеюсь, что он сможет это сделать, сказал Эдуард Саакашвили. Выступление Михаила Саакашвили на суде было очень интересным, услышав подробности о 7 ноября. «Я думаю, что ни у кого не должно оставаться вопросов», сказала журналистом Джулия Лосанья, мать бывшего президента Михаила Саакашвили. По ее словам, Михаил Саакашвили готовится к предстоящему суду. Он слабый, в основном сидит. Его выступление в суде было очень интересным, потому что я услышала много вещей, которых раньше не знала, сказала Джулия Лосанья. На вопрос журналиста, финансируется ли плата за обучение сына Михаила Саакашвили Эдуарда Саакашвили из государственного бюджета. Джулия Лосанья ответила, что это абсолютно невозможно. «Из-за характера моего сына это абсолютно невозможно. Он был готов, чтобы мы все взяли и сели. Дом моих родителей был снесен перед отъездом, чтобы можно было построить библиотеку. Он такой человек», сказала Джулия Лосанья. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов явиться на суд. Экс-президент выступит с речью, чтобы опровергнуть все абсурдные политические обвинения в его адрес. Об этом заявил, журналистом в Горийском военном госпитале адвокат Шотатутберидзе. Шотатутберидзе призвал правительство и пенитенциарную службу не создавать искусственные препятствия для посещения Эдуарда Саакашвили своего отца. Иначе президент будет очень жестко реагировать и будет протестовать различными способами. Он чувствует себя слабым, ферменты в печени повышены, и мы надеемся, что врачи будут регулировать этот уровень. Тем не менее, он готов присутствовать на суде. Огромное спасибо всем врачам, которые заботятся о его здоровье. Президент счастлив, что его окружают грузинские солдаты. Но он убит горем из-за того, что эти солдаты принадлежат к одному из самых боевых подразделений Грузии, включая сотрудников органов государственной безопасности. Здесь они используются как инструмент политического преследования, хотя президент также выражает им огромную любовь и благодарность, сказал Тутберидзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова